И если ты когда-нибудь скажешь человеку, что у Бога нет ужасающего гнева против грешника, не только против греха, но и против грешника, тогда ты врешь ему. Потому что я не могу найти ни одного стиха в Библии, который говорит и показывает, как Бог изливает свой гнев на грех. Что это значит? Как ты можешь изливать свой гнев на грех? Где это? Вот, послушайте. Я приведу пять стихов, где говорится о гневе Божьем. Вы скажете мне, на кого направлен гнев. Исход 22, 22, 24. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возобьют ко мне, я услышу вопли их. И воспламенится гнев мой, и убью вас мечом». Левит 26, 27, 28. «Если же и после сего не послушайте меня и пойдете против меня, то и я в ярости пойду против вас и накажу вас всемиро за грехи ваши». 4 Царств 22, 13. «Пойдите, попросите Господа за меня и за народ, и за всю Иудею о словах всей найденной книги, потому что велик гнев Господень, который воспылал на нас за то, что не слушали отцы наших слов». Книги сей, Ездра 8, 22. «Рука Бога нашего для всех, прибегающих к Нему, есть благодейщие, а на всех оставляющих Его могущество Его и гнев Его». Псалом 29, 10. «Рука твоя найдет всех врагов твоих, десница твоя найдет ненавидящих тебя. Во время гнева твоего ты сделаешь их, как печь огненную. Во гневе Своем Господь погубит их и пожрет их огонь». Как видите, гнев Господа направлен прямо против грешника, а не против греха. Позвольте мне сказать еще кое-что о его гневе. Он ужасен. Невозможно его описать, он бесконечно страшен. Много раз он сравнивается с огнем. Я нахожу, что в разное время он сравнивается с питьем из чаши, даже осадком, мути на дне чаши. Я думаю, что именно с этим связаны слова Иисуса, когда он молится в саду. «Если, возможно, доминует меня чаша сия», говорит он, обращаясь к Отцу. «Чаша гнева». Но больше, чем что-либо еще в Библии вам показано, чему подобен Божий гнев. Исход 15.7. «Исход 15.7». «Величием славы твоей ты низложил восставших против тебя. Ты послал гнев твой, и он попалил их, как солома». 4 Царств 23.26. «Однако же Господь не отложил великой ярости гнева свою, какую воспалал гнев его на Иуду и за все оскорбления. Псалом 20.10. «Во время гнева твоего ты соделаешь их, как печь огненную. Во гневе своем Господь погубит их и пожрет их огонь». Исайя 6.6.15. «Ибо вот придет Господь в огне и колеснится его, как вихрь, чтобы излить гнев свой с яростью и прощение с воспылающим огнем». Иеремия 4.4. «Обрежьте себя для Господа и снимите крайнюю плоть сердца вашего мужа Иуды и жителей Иерусалима, чтобы гнев мой не открылся, как огонь, и не воспылал неугасимо по причине злых наклонностей ваших». Иезекииль 21.31. «Вдохну на тебя огнем ярости моей» Иезекииль 38.19. «В огне негодования моего». Иеремия 17.4 «Потому что вы воспламенили огонь гнева моего, он будет гореть во веки». Исайя 30.30. «Явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня». Второзаконие 32.22. «Ибо вот огонь возгорелся в огнею моем, жжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее и попаляет основание гор». Второзаконие 29.20. «Не простит Господь такому, но тотчас возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека». Люди, вот один из самых устрашающих стихов, которые я читал в Библии. Эзекииль 22.20. «Как горнила кладут вместе серебро и медь и железо и свинец и олова, чтобы раздуть на них огонь и расплавить, так я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас. Соберу вас и дохну на вас огнем негодования моего и расплавитесь среди него». Вы знаете, что? Человек хочет это игнорировать. Хочет это забыть. Хочет просто это забыть. Человеку нравится думать, «О, мой грех не такой уж и скверный, а Бог не такой уж и суровый». Человек рассуждает таким образом. «Но если ад действительно существует, то я буду там со всеми моими друзьями. Я во гневе моем и в ярости моей соберу и положу и расплавлю вас». Человек думает, что он все это выдержит. Но я говорю тебе одно, если Бог извергнет на него гнев в своей мести огнем, дымом и пламенем, то человек немедленно сдастся. Он не будет сражаться. Он поддастся этому гневу. Люди, гнев Божий страшен. И я хочу сказать вам следующее. Только грех вызывает это качество Бога. И гнев — это способ, которым святой Бог может и должен реагировать на зло человека. Я хотел бы сказать тебе еще и третью вещь об этом гневе. Он справедлив. Послушай. Римлянам 2.5 говорит, «Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога». Знаете, как думают большинство людей? Они считают, что гнев Божий... Если он должен быть настолько плохой, как говорит Библия, а Библия говорит, Библия говорит, что гнев максимально устрашающий, ужасен, то есть если он такой плохой, то человек, глядя на все это, говорит, «Подожди секунду! Если он должен быть таким гибельным, то это преувеличение!» Бог в этом заходит слишком далеко. Люди не могут представить себе Бога с такой жесткой реакцией с Его стороны из-за наших маленьких грехов. И таким образом они говорят, «Это не может быть! Это привлечение!» Я скажу вам вот что. Проблема не в том, что Бог как-то преувеличен, дело не в том, что Он радикален, дело не в том, что Он несоразмерен. Библия говорит, что Его суд справедлив. Люди, послушайте, проблема в том, что мы недооцениваем степень наших преступлений, нашей вины. Наша вина находится на уровне, которого мы не осознаем. Проблема не в нашей оценке Его гнева. Проблема заключается в нашей оценке безмерности наших грехов. В этом она и заключается. Гнев Божий не должен заставлять нас думать о слишком жестко реагирующем Боге. Это должно заставить нас думать о неправильно оценивающих себя глупых людях. Гнев Божий адекватен, если мы осознаем наши грехи. Редактор субмитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...